Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Начало третьего в Москве. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Пятница продолжается. В эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Как приятно нам сегодня будет встретить. Уже встречаем нашу гостью, коллегу, между прочим. Друзья, у нас в студии сегодня эксперт в области психологии, психолог-практик, журналист, бизнес-тренер, преподаватель, ведущая авторских психологических тренингов Алла Занимонец. Алла, здравствуйте. Здравствуйте, Алла. Спасибо, что не перепутали мою фамилию. Мы же журналисты, мы все проверили. Мы, на самом деле, ждем от вас, мы и наша аудитория, естественно, точнее, наша аудитория и мы ждем от вас рекомендации, как все-таки, ну что ли, уметь продвигать себя, уметь правильно общаться, выстраивать разговор. Ну, много подпунктов хотелось бы у вас узнать. Интересно еще, что вы совсем скоро будете давать лекции в сети-классе. Вот давайте с этого и начнем. Да, и самое интересное, что это не совсем лекция, это все-таки интерактивные тренинги, я бы сказала, потому что лекция, это все-таки, ну как мы все учились, студентами были, мы просто слушали. Безучастно слушали. Безучастно, да. Одностороннее такое воздействие. Одностороннее, а вот надо так. Как известно, если ты знаешь, но не делаешь, это то же самое, что ты не знаешь. Поэтому методом проб и ошибок я пришла к тому, что стало больше добавлять действий, различных упражнений для того, чтобы человек отработал тот, который дошел до нашего тренинга. Именно проработал. Да, проработал какие-то навыки, наше бессознательное, оно так устроено, что оно не понимает, где вымысел, где правда. Поэтому можно и конструировать, и что-то представлять, ну воображение, так скажем, да, когда наше бессознательное, ты послаешь ему сигнал, например, об обретении уверенности большей. А потом ты уже идешь и навык этот оттачиваешь. Я самый обаятельный и привлекательный, да, все мужчины. Ну, может быть, что-то, да, из этой серии. Но ценность еще тренинга в чем? В том, что не приходишь на прием к психологу и говоришь, о, вы знаете, я такой застенчивый, давайте мы будем отрабатывать сами. Вот сидишь с психологом вдвоем. И, конечно, ты говоришь, о, я герой, отлично, я совершенно его не боюсь, этого психолога. Я уже отлично себя чувствую, я прокачал свой навык. А потом он выходит в аудиторию и боится перед ней встать. Вообще слово какое-то сказать. Поэтому здесь фишка наша еще в том, что обратная связь. Обратная связь с аудиторией, которая, может быть, к тебе не лояльна. Вообще тебе все равно. А почему не лояльны, если они пришли, чтобы вы помогли? Так они для себя пришли. Без вас как же они станут лучше? Нет, 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 не к тренеру не лояльны, между собой не лояльны. В этом смысле, конечно, но разные бывают люди, бывают, нападают, бывают. Но в основном все хорошо, конечно, потому что те, кто уже дошли, то это уже определенная, я бы даже сказала, каста людей. Вот, кстати, вам вопрос, вот интересно, как вы думаете, вот сколько людей готовы к переменам, например, в процентном соотношении? Десять. Вот десять, он встал, пошел делать, да, остальные? Ну, остальные будут... Просто знать. Собираться долго, откладывать. Ну, это вы, хорошее мнение о людях, да, они хотя бы, да, вы подумали, что большинство мечтают и уже куда-то собрались. Нет, как выходит по статистике, пять процентов это те, кто я и пошел что-то делать, а десять это те, кто уже действительно в низком старте, но он еще посидит, посмотрит, и он, типа, готов, наверное, если ему дать волшебного пинка, и как раз волшебный пинок, это получается на тренингах, по сути, он туда дойдет. А вот эти все остальные, это зрители, которые в кинотеатре, кино идет, кино, она же жизнь. Их же большинство, Алла, правильно? Как их зазвать на тренинг? И надо ли? Да. Да и не надо. 15 процентов отлично, это большое... Слушайте, у нас большая страна, 15 процентов, если придет, это просто миллионы. Мы не справимся. Сити-класс это очень хорошая площадка для спикеров, для тех, кто думает, это интеллигентная площадка. Поэтому зачем? Вот кого-то насильно, это точно, я всегда против, и когда даже просятся на консультации, а давайте там поработать с моим сыном или с моим мужем, это нет, это другая немножко история. Скажите, пожалуйста, Алла, вот вообще какой запрос первоначально? У вас же есть, наверное, какой-то топ, вы много провели подобных мастер-классов. Вот с чем приходит в первую очередь самый популярный запрос от вашей аудитории? Что хотят изменить? Ну, если мы говорим о коммуникациях, именно о тренингах по коммуникации, по избавлению от застенчивости и по общению со статусными людьми, это те темы, которые я как раз веду, то запрос — это продвижение себя, конечно, как о себе завидеть, как не бояться. Вот самопрезентация, да, что говорить-то, а как поддерживать деловые связи, нетворкинг тот самый. Это тоже очень важно, потому что без деловых связей просто не продвинешься. А какие главные моменты, которые мешают людям? Что мешает прежде всего? Неуверенность в себе. Да, ну, опять же, вот страх перед аудиторией. Вот сейчас я сижу, я же не думаю о том, что нас миллионы слушают. Я думаю, что мы с вами вдвоем разговариваем, втроем, тогда не страшно. А человек приходит и начинает прокручивать историю, а если осудят? Вот я недавно тренинг в Питере вела, и человек говорит, вот всё хорошо, я отлично, я эксперт, я всё знаю, я отличный профессионал. Но я боюсь выходить перед аудиторией. Я говорю, почему? Что конкретно вы боитесь? Я боюсь, что меня не поймут, что меня осудят, что подумают, что неинтересно, что меня не будут слушать. И на тренинге это можно отработать. То есть мы моделируем эту ситуацию, страху надо смотреть в глаза. Мы смоделировали ему ситуацию, когда действительно его явно не слушали, но что в жизни не бывает. Всё-таки мы в социальных каких-то нормах. Утрировали ситуацию. Утрировали ситуацию, он её увидел. Наше бессознательное, повторюсь, оно не понимает, то ли было, то ли нет, уже мы смоделировали. То есть он как бы пережил этот опыт. Если пережил опыт, это уже не страшно. Он там уже был, но и не умер, его не затоптали, не закидали камнями. Поэтому вот такая история. Но почему мы вообще боимся выходить перед аудиторией, тоже очень любопытно. Это относится ещё к нашим пра-пра, вот тем ещё людям, которые были до нас. К далёким предкам, да. Когда изгоняли из стаи, и человек был обречён на смерть, естественно, он видел в этот момент как раз-таки аудиторию. Он стоял здесь, а они смотрели на него там и говорили, иди отсюда. Климир. Изгнанник. Да, ты нам не нужен. И вот этот страх, ведь вспомните, когда вы выступаете, любой человек, который нас сейчас слушает, он это вспомнит. Он видит много пар глаз, а его видит только одного. Поэтому вот это противопоставление себя аудитории, это тот самый первобытный ужас. Да, вы так сказали, мне же самое страшное стало. А он, да, этот страх перед аудиторией, это второй после страха смерти. Поэтому, дорогие слушатели, зрители, если вы боитесь, не думайте, что это вы какой-то не такой, и что-то с вами не так. Всё с вами нормально, нормально. Значит, инстинкт самосохранения работает природный, правильно? Хорошо. Вот ещё, при общении со статусными людьми, вот здесь какие можно дать рекомендации? Вот волнуется, правда, стесняется, не уверен в себе, а перед ним стоит человек, которого он очень любит и уважает. Что делать? Как быть? У меня такой был опыт интересный. Года два, ну так я журналист-интервьюирую в основном. Два года я задавала с твоим статусным собеседником вопрос, а что вас подбешивает в людях? Ну, ниже статуса, да, там, скажем, журналисты, менеджеры, организаторы концертов. Кто лидировал в этом списке, Алла? Кто или что? Ну, что, хорошо. Лидировала неподготовленность человека. Ну, это действительно так и есть. То есть, когда, известный уже анекдот, да, когда там Константину Райкину сказали, извините, мы не знаем ваше отчество, когда пишу журналист, искал, Константин, извините, не помню, как ваше отчество. Вот из этой серии. Это уже не анекдот, это на самом деле раз за разом это происходит. Тот же Боярский мне это рассказывал, что, ну, вот я не могу ничего с тобой поделать. Ну, если меня называют Михаилом Семеновичем, ну, почему он должен откликаться? Вообще у нас, ну, не может у нас с ним начаться беседа. Я говорю, ну, идите уже тогда, идите. Поэтому первое, это неподготовленность человека. Он не желает напрячься, подготовиться, что-то узнать об этом статусном персонаже. И неважно, это селеб или это, ну, не знаю. Селеб-звезда. Да, звезда, там, ну, в чем вот, где я вращаюсь, в такой журналист. Ну, любому успешному человеку, конечно, состоявшемуся. Ну, не знаю, ну, пришли, да, к какому-то там депутату, условно говоря, там, что-то, ну, не знаю, брать интервью, предположим, если это журналистик, и говорит, конечно, нужно о нем что-то знать, но не совсем вот с чистой лиц. Ну, вот первое, это непрофессионализм, а второе, это неумение слушать. То есть когда мы, ну, как бы, фоном идет, да, фоном, человек тебе что-то рассказывает, у тебя свои мысли, телефон, что-то произошло, может быть, дома, может быть, не произошло, может быть, ты просто сидишь и обдумываешь пост в Инстаграме, да, что я там напишу. Лайков не ставят, надо что-то давать. Да, 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 а он там что-то такое говорит. Вот все, это тяжелейший такой сложнейший барьер коммуникации, потому что люди все-таки очень интуитивные, и мы чувствуем, да, вот слушают нас или нет. Ну, вспомните вот домашних своих, да, когда ты что-то вот хочешь выговориться, и вдруг какой-то равнодушный взгляд, или взгляд поверх головы, или там в телефон, не дай бог, он ушел, и у вас обида, да, какая-то накатывает. Ну, что такое-то, в конце концов, я хочу. Как же так? Как же так, да, я никому не нужен. Чувство собственной значимости пошатнулось. Да, и еще у статусных, ну, у них, на самом деле, там целый список, у меня такой чек-лист вообще есть, как нужно с ними общаться. Это интересно на тренинг, кто захочет прийти, я думаю, что будет любопытно, мы тоже это будем отрабатывать. Да, есть волнение, нельзя показывать, нельзя суетиться, да, скажем, потому что статусные персонажи... Это тоже раздражает? Конечно. Ну, неколокейство, да, такое, и амикошонство тоже в том числе. То есть здесь вот эта вот грань между свой такой парень, давайте, я вообще там ничего не боюсь, мы с вами ровнее, нет, это одна ошибка в коммуникации, и второе, это такое присмыкание, неколокейство, прогибание, потому что, ну, подсознательно, конечно, мы немножко боимся, и вот эта суета, она выдает нашу неуверенность. Как сказал бы Эрик Бёрн, надо общаться из категории взрослый-взрослый. Конечно. Друзья, у нас небольшая пауза сейчас, спасибо за шикарные советы, мы продолжим, будет интересно. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ». Алла Занимонец, журналист, психолог, сегодня у нас в гостях. Мы говорим на разные интересные темы, которые касаются и журналистики, и психологии. Ну, и давайте скажем все-таки, когда мастер-классы-то будут в сити-классе? А то мы говорим, что вот-вот-вот, но не говорим дату. Итак, 5 июля 2018 года авторский интерактивный мастер-класс для тех, кто хочет нравиться людям, продвигаться в профессии, и занимать в ней особое место. Вот это ближайшее. Мне очень нравится там комментарий такой «без воды». Без воды, да, действительно. Да, я обещаю. Это важно, потому что сейчас такой информации вроде много, но иногда читаешь, ну-ну-ну-ну-ну-ну, и что делать-то? Да, проходит 2 часа. Я тоже иногда слушаю, ну, можно сказать, коллег, каких-то только не по сити-классе, конечно, где большинские профессионалы, а так то, что сейчас в сетях. Да, мой совет всегда так же, как выбирать психолога, это какая-то личная должна быть связка, такая произойти. То есть вы, при этом, посмотрели наш эфир, вы сказали, о, классно она говорит, пожалуй, я к ней пойду. Тогда да, тогда получится, и получится у вас что-то узнать. А если не происходит человеческой какой-то сцепки, то, конечно, бесполезно, потому что воды очень много, и жалко мне людей, которые попадают на это. Ну, потому что ни о чём. Да, там 2 часа посидел, но у нас, кстати, он длинный тренинг. Сколько, кстати, он длится? Он официально, по-моему, 3 часа, я сейчас просто не помню. Ну, потому что это не имеет значения, мы всегда задерживаемся. Когда ста понесёт, тут уже сложно. Действительно, тем очень много, и коммуникация – это такая тема, какая-то вообще бесконечная, и люди что-то спрашивают, особенно если аудитория такая попалась. Своя. Ну, да. А кто, кстати, приходит больше, Алла? Мужчины, женщины? Ну, приходят больше всё-таки женщины. Не удивлю, да, наверное, я бы осудилась, когда ты сказала, что мужчины. Мужчины как-то немножко стесняются, и, например, у меня вот недавно был один мой знакомый на тренинге, и потом я попросила его поставить комментарий к моему посту. Ну, сейчас понятно, что продвижение – это нужно, да, если у меня, например, идёт пост в Инстаграме о том, что «А, там, ребят, приходите, сейчас у меня тренинг», а там просто ноль комментариев из тех, кто был, ну, непонятная степень доверия. Поэтому тот, кто ко мне приходит, они радостно оставляют комментарии, и мне это тоже важно, потому что это моя энергия. Я им даю свою, они мне дают свою в форме одобрения. Энергооменда. Конечно. И он, между прочим, слился. Да, он не стал оставлять. И я так думаю, что неудобно, типа, как же я, вот, профессионал, пошёл куда-то учиться. Ну, это возрастные истории, поэтому, честно говоря, да, учатся люди, вот если так вот откровенно говорить, более открыто. Какая у меня целевая аудитория? Это от 24 до где-то 35. Это прям очень активно, потому что это действительно карьера, и люди просто понимают, что без помощи какой-то вот опытного человека, который уже прошёл... Сторонний, внешний, да. Да, прошёл, тем более, очень много, сам совершил ошибок, сейчас я об этом скажу, и ещё это с точки зрения психологии, как желательно, то это просто не костыли, с которыми он пойдёт, а это крылья. Это крылья, да, Роман, правильно вы её показываете. Это действительно, ты летишь. А вот люди уже после 40, к сожалению, ригидные, ригидные. Я типа всё знаю, да, я знаю, надо только так, не иначе. Такие негибкие. Да, ну вот негибкие, да, к сожалению. Я считаю, это большая ошибка, потому что если ты думаешь, что ты всё знаешь, ну... Приходи, покажи, посмотрим. Да. Вот он твой стоп. Практикум же у вас есть там, в принципе, можно всё потестировать. Мы завершили паузу, когда у нас случилось, говорили об общении со статусными людьми, когда ты понимаешь, что ты волнуешься, правда, человек перед тобой, может быть, кумир какой-то, в какой-то период твоей жизни. Советы какие могут быть? Ну, если уже очень сильно волнуется, будущий журналист, например, начинающий журналист, ну, либо другая какая-то ситуация жизненная. Что делать? Как быть? То есть сейчас конкретно вопрос о волнении, да? То есть мы уже начали о статусных персонажах. Да, начал общаться со статусными людьми. Ну, да, то есть мы... Видит какое-то недоверие, недовольство. Да, хорошо. Ну, то есть, первый, он подготовился, конечно же. Да, да. Он пришёл промытый и вообще чистый, потому что вот правда, вот кажется, ну, а что об этом говорить? Нет. Вот я уже сказала, что я два года опрашивала вот этих наших звёзд, и мне говорили такие вещи, что это удивительно. Приходит журналист или организатор концертов, и он как-то очень странно... Неопрятно. Неопрятно, да. Он такое ощущение, что он просто вот где-то, например, не ночевал дома три дня, а потом пришёл с ним встретился. Репортаж сделал где-нибудь неделю. Наверное. Где-то в полях явно был. Поэтому, к сожалению, я как журналист, я всё-таки в двух профессиях активно работаю, и мне становится очень обидно за коллег. Но это так нельзя. Всё-таки по внешнему виду у нас, и у нас, и во всём мире не надо... Подёжки встречают, да. Обязательно. Потому что не зря Пётр I в XVIII веке ещё зипуны поснимал со своих этих вот придворных. Бород обрил, да. И надел на них европейский костюм. Но нельзя в зипуне вещать и куда-то там входить приличное... Какое бы это обаятельное не было. ...место. И вот хорошо, у него второе, значит, он оделся, готов. Третье — это всё-таки правильная речь. Тоже это бесит, когда вот это всякие доброго времени суточек, я вас услышал. Вот просто, уважаемые слушатели, заклинаю, не поддавайтесь вот этим провокациям, потому что нельзя эти фразы говорить, я вас услышал. Это дико бесит. Ну, конечно, она как-то вот пойдёт, как привяжется, как вот, я не знаю, что. И все это повторяют. Она совершенно бессмысленная и конфликтная, по сути. А также, ну, это он хорошо, он всё знает, он уже пришёл, фраза, у него хорошая речь, он не екает, не блекает. Очень важно не волноваться. Давайте узнаем, как, да, потому что, ну, хорошо, Алла Занимонец сказала, не волноваться, окей, а я волнуюсь, и что? А вот и что? Да, и вот что? Мы узнаем. Мы волнуемся. Да, мы узнаем после небольшого перерыва. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогая страна, не без гордости сообщаем. Алла Занимонец сегодня в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы говорим о психологии, о её месте в нашей жизни. Ой, Рома, ты растопишь любое женское сердце. Уже. Даже моё очередное раз. Я говорю всегда правду. Вот ты, Алла, представляешь, а моё сердце растопил вновь. Ладно, мы продолжаем говорить о том, как, допустим, не стесняться, не волноваться при общении со статусным человеком. Вот волнуюсь и всё. Ну что делать? И подышал, и воды попил, и побегал. А вот нет, Лиз, вот как раз не через запятую, потому что подышал, это мы вроде бы как знаем, но на самом деле не дышим так, как нужно дышать. Действительно, дыхание решает очень много. Мы всегда зажимаемся, дыхание становится поверхностным, неглубоким. Японцы, у них есть такая технология, когда они ведут очень длительный бизнес-переговор, все уже устают, у них нормально всё с ними, потому что есть техника дыхания, когда ты на 6 счётов ты делаешь вдох, пауза 6, и выдох глубокий 7. Да, таким образом. 6, 6, да, ну, если забыли, то 6, 6, 6, окей, тоже нормально, потому что тогда вы не прерываетесь, у вас идёт успокоение, безусловно. Очень важно не пить алкоголь. Это всё здорово, вообще, у меня как у интервьюера, безусловно, есть, часто присутствует волнение, вы знаете, я 20 лет в журналистике. А волнение есть? А волнение есть, да, у меня недавно молодые коллеги спросили, да ладно, там типа, ну не жаль ты волнуешься, ну, господи, пришла, сколько уже это было. Народная артистка России, да? Что там? Ничего подобного, ну, во-первых, я готовлюсь всегда, во-вторых, я настраиваюсь на человека, то есть я другую информацию в голову в этот момент не запускаю. Это очень важно, потому что, если вы идёте на какое-то важное событие, не обязательно интервью, мы же не для журналистов сейчас говорим, а вот что-то для вас очень важное. На какую-то встречу важную, на какую-то встречу, вы, вот мой совет, настройтесь на этого человека, настройтесь на ваше общение, настройтесь вообще, вот, сконцентрируйтесь, потому что, если вы будете распаляться, если вы будете обсуждать, там, дела ребёнка, там, с какой-то подружкой, не дай бог её проблема, у вас уйдёт вот этот вот запал такой, Расфокусируйтесь ещё. Да, вот хорошее слово, расфокусируйтесь, действительно, так оно и случится, поэтому, концентрация, я во время интервью никогда и до этого, никогда плотно не ем, то есть, условно, вот такие вот ещё лайфхаки, очень важные, когда, например, там, нельзя наесться, объесться, иногда звёзд тебе говорят, давай вместе пообедаем, я пью чай, вот, честно скажу, я пью чай, пью очень много воды, потому что тогда мысль очень хорошо работает. Кровь к желудку не уходит? Конечно, конечно, потому что человек может тебе что-то рассказывать, он ушёл в какие-то дебри, забыл, куда он пошёл, как это всё у него, ну, в смысле сбился, если ты тоже расслабленный, сидишь на мягком, то ты говоришь, а, я не помню тоже, о чём мы говорили, да ни о чём, да, и вот это вот опасность того, что... Да-да-да-да-да, поэтому ты тоже там, не знаю, жёсткий стул, это лучше, чем мягкий, чуть голодным, но не голодным, это лучше, чем... Это тонус, конечно, и когда вы продышались, когда вы... Да, и вот что ещё важно, здесь уже психология, это физиология, вы знаете, что, есть такая тема, вы можете представить, что всё плохо, да, что вас спускают с лестницы, даёт пинков, и вы просто летите к кубурием. Провалились, всё. Да, но на самом деле, это же в нашей жизни не может быть, ну, кто вас спустит с лестницы, ну, так-то если, да, но никто... Если не нарвётесь, то не спустят. Да, я даже таких случаев не знаю, нигде не слышала, что вот на полном серии, но это можете... Сейчас многие охранники ночных клубов над нами посмеялись с вами. А, ну, в ночных клубах я же не беру интервью, но ваша фантазия подскажет вам в вашей сфере, да, в ваших рамках. То есть я представляю себя всё-таки со звёздами, где я обычно общаюсь вот как журналист, да, конечно, там меня никто не спускает с лестницы, но вот вы представляете вот это, ну, не знаю, захлопали вас не от восторга, а от того, что всё плохо. Просто фиаско когда такое. Да, фиаско, проиграли это там, вас кидают помидорами, свистят, вот как мы с этим вот молодым человеком, на тренинге я уже сказала, как мы с ним смоделировали эту ситуацию, когда его никто не слушает. Вы это посмотрели, представили, а потом вы представляете наоборот очень классную картинку, что вас прижимают груди, говорят, о, какой-то классный, как было его вообще здорово, с вами так интересно. Цветы, поцелуи красивых девушек, всё такое, или красивых юношей. То есть вы моделируете разные ситуации, расширяя, что может быть так, может быть сяк, но это тоже всё хорошо. И сейчас просто у меня пришла одна мысль в голову, когда мы говорили тоже о статусных персонах, очень часто бывает конфликт как бы в другую сторону, да, то есть к вам претензии, как реагировать. И вот здесь тоже то самое волнение наступает, потому что идеальные ситуации, есть такие все доброжелательные, вам рады, вы пришли, поговорили, вам руку пожали, и всё, либо нейтральные, тоже неплохо, да, но бывает так, что что-то пошло не, вот не так, как вы хотели, что-то пошло не так, опоздали, не дай бог, кстати, это тоже дико бесит статусный персон, уж извините, да, можно приехать на час раньше и сидеть, книжку читать, но никак не говорить ужасное слово, извините, трафик, пробки, это вообще запрещено, это просто моветон. Но можно, что успокаивает статусных людей? Они любят уверенных в себе профессионалов. Вот эта фраза, да, уверенный в себе профессионал, она очень на многие ответы даёт, даёт вектор, да, вашего понимания, и тогда можно что сделать? Ну, вы допустили какой-то ляп, признайте, не надо вот этот детский сад разводить, когда такая позиция снизу, да, либо врёшь, либо говоришь, это не я, это Вася виноват, наш фотограф, я за собой заметила, я когда сильно волнуюсь, я начинаю врать. Да вы что, Лиза? И всякую ерунду, самое смешное, это редко. Ну, я правда, я как какой-то чушь не султ. А смысла нет, всё равно это люди, да, люди всё чувствуют, поэтому, вот, на себе, на собственной шкуре проверила, что если действительно случился ляп, у любого профессионала они есть, это наши ошибки, которые нас делают профессионалами, да, ты не можешь не ошибившись, Ограняют нас. Вот, слушайте, вот прям сегодня у вас роман, прям вот, это пятница. Замечательно, да. И тогда вы говорите, да, я виновата, это моя ошибка, что я, как продюсер, предположим, не договорилась с этим вот пространством, где мы сейчас проводим фотосессию, и, да, это так, а как мы будем делать? Не надо там диких извинений, вот это вот, извините меня, пожалуйста, ой, пожалуйста, пожалуйста, у меня там собака заболела, или там что-то случилось, нет, это вообще не интересует никого, вы признаете ошибку, говорите, да, и предлагаете вариант, хорошо, у нас не приехал фотограф этот, окей, давайте сейчас мы проведем устную нашу какую-то встречу, предположим, а он подъедет, ничего страшного, и тогда человек решает, ну, вот такая вот тема, да, или обед за наш счет пока, да, например, обед за наш счет, и еще снижает волнение, это мысленное признание, как бы да, да, нет, нет, вот меня это очень успокаивает, ну, в конце концов, ну, слушайте, ну, 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 что это, ты просто останешься на том же уровне, с которым ты только что ушел, ну, хуже-то не будет, ну, то есть, не будет изменений, на которые ты, может быть, рассчитывал, ну, и бог с ними, то есть, да, да, нет, нет, и ладно. Вот еще даже я свою ремарочку добавлю, когда общаешься с ассоциальным человеком, может быть, это кому-то поможет, вот, как правило, люди, которые действительно профессионалы, никогда они не будут себя как-то неправильно вести, всегда они помогают, как-то стараются, вот если реально такой интеллигентный, большой профессионал, ну, серьезно, нет, ну, чаще да, если настоящие, не вот этот вот как-то придуманный пафос какой-то. Ну, их тоже можно понять, потому что очень много непрофессионалов, да, поэтому, слушайте, ну, вот вы приходите, там, три секунды произвести впечатление, и что-то, предположим, у вас, ну, не понравилось человеку, и все, и тогда он напрягается, потому что у него, может быть, был случай с похожей девушкой на вас, которая загубила вообще все. А вы здесь и не при чем. А вы не при чем. Она или он на вас это спроекцировал. Вызвала такую реакцию. Да, или, может быть, вы напоминаете ее там ненавистную подругу. Жену бывшую. Жену бывшую, например, Это шоу-бизнес. Что мы там церемонимся. Дорогие друзья, у меня нет умной ремарочки, зато у меня есть точная дата, когда же Алла об этом расскажет в Сити-классе. Правильно. Итак, 8 августа. Называется тренинг, как получить желанный результат в общении со звездой, боссом и авторитетным человеком. Приходите, все подробности в интернете, правильно? Да, на сайте Сити-класс. Дорогие друзья, мы продолжаем. Лиза Калинина, Роман Шаха в студии. В гостях у нас сегодня Алла Занимонец, известный журналист, психолог, коуч. И такие нам советы дают практически. В Сити-классе совсем скоро будут лекции. Значит, 5 июля ближайший класс, потом 8 августа и еще 3 сентября. Друзья, несложно запомнить песню в исполнении Михаила Захаровича Шафотинского 3 сентября. Вот как раз у Аллы будет тренинг «Неуверенность в себе-порок», «Как преодолеть застенчивость», интерактивный мастер-класс. Приходите, я так понимаю, человек 20, да, группы или больше? Да, лучше всего мне очень нравятся камерные группы, 15-20 человек. Самая лучшая отработка, ну, во-первых, со стороны слушателя, это не стеснение, он может там раскрепоститься, потому что, ну, все-таки среди там 20 человек найти какое-то понимание легче, чем когда 100 человек сидит. И тренеры лучше, ну, мне во всяком случае, потому что я вижу людей, я вижу реакции, импровизация идет полнейшая. Поэтому, возможно, дольше я там что-то веду, потому что я никак во временные рамки не могу никогда попасть. Очень, ну, все это живое, абсолютно живое. Алла, есть такие девушки, ну, так понимаю, что их большинство, которые приходят на все тренинги, потом рассказывают, что вот жизнь изменилась так-то и так-то? Ну, они... Может быть, становятся уже подругами потом, знакомыми, добрыми? Ну, знакомыми, да, сейчас благо соцсети, кстати, вот об образе надо нам тоже поговорить, потому что сейчас время соцсетей, на соцсети, да, конечно, мы там общаемся, мне это очень интересно, что с человеком происходит, но хвастаться не буду, вот прям вот, чтобы писали бесконечно и ходили, как привязанные на тренинги, конечно, нет, потому что меня все-таки, ну, назовем карьеристки, да, девушки, которые действительно... Получили что надо и пошли делать карьеру. Да, они пошли делать, они заточены на карьеру, соответственно, у них времени, ну, большого количества нет, но ходят, я не знаю, там отдельно я читаю стори-теллинг, там, предположим, да, вот эти все истории, которые сейчас очень модны, это нужно писать, но это не имеет значения, психолог, у него там миллион, может быть, тем, это все очень интересно, и темы рождаются во время, кстати, тренингов, потому что обратная связь, и мне говорят, слушайте, а может быть, вы вот это будете подробнее рассказывать, а может быть, вот то мне было бы интересно, тоже нетворкинг, да, предположим, но эти девушки, да, могу похвалиться, вот что, в чем идет та самая обратная связь со мной, в чем эффекты, когда мы прокачиваем, ну, так скажем, харизму, некое обаяние, когда мы начинаем, когда это мы выводим на уровень осознанности, что делает тренинг? Он вас заставляет задуматься, то есть, ну, мы живем в матрице, мы делаем очень многие вещи на автомате, мы просто не осознаем, общаемся, как общается, живем, как живется, ну, в общем, это неосознанность полнейшая, фишка тренингов, это как раз в осознанности, в том, что вы начинаете на уровне сознания поднимать обычные вещи, а как может человек среагировать, ну, то же самое активное слушание, да, вот можете ли вы подключиться к человеку, да, и вообще его внимательно слушать, и самое главное, потом рассказать, о чем он говорил, и словить, например, его эмоцию, да, это та самая эмпатия, симпатию знаем, эмпатию не знаем, да, вот из этой серии, поэтому, когда мы прокачиваем харизму, эту уверенность, когда мы об этом начинаем говорить, потом я слышала отзывы, и слава богу, что люди, ну, там пишут, предположим, опять же, вот, чтобы написать прям пост, вот, Алла, спасибо, мне там, нет, не признаются, ну, по разным причинам, да, почему они об этом должны делать, но, предположим, собеседование завтра, и, да, девушка совсем недавно, я была очень рада, она получила хорошую должность, она пиарщица по профессии, и как раз на следующий день у нее было собеседование, и вот эта вот прокачка уверенности, какая-то больше, какая-то раскрепощенность, да, легкость, потому что вот это да, да, нет, нет, снижение значимости, определенная, в то же время концентрация на победу, дает вот такой вот эффект, когда ты приходишь, и мало того, чем я особенно горжусь, тем, что вот совершенно точно, после моего тренинга, уходят очень энергичными, это правда, я сама-то не могу потом уснуть полночи, потому что очень много энергии, просто через край, и самое главное, что уходят слушатели такие, мы долго не расходимся, начинаются какие-то селфи, там, а давайте еще, я говорю, послушайте, я вот в Питере вела тренинг, четыре с половиной часа, четыре с половиной часа, кофе-пауза, минут 15 была, ой, а давайте еще сниматься, я говорю, слушай, вы правда, что не устали, был воскресный день, правда, не-не, нормально, вы что, классно, да, то есть вот эта вот энергия, которая в тебе начинает пробуждаться, она дает эффект, как поговорить, не знаю, пойти попросить зарплате, в конце концов, как-то более уверенно, не бояться поменять работу, не бояться поменять отношения какие-то, в которых ты уже там, как в болоте, вот это то самое действие. Алла, а по поводу соцсетей, как же их правильно вести-то, чтобы производить, нужное впечатление, а то эти люди, сейчас какие, например, работодатель может посмотреть в профиль. Слушайте, а смотрят на самом деле в профиль, я бы, если была бы работодателем, первым делом, куда бы. что психолог, с какой совет? Да, надо сказать, что я и так смотрю профиль всегда, потому что, если кто-то стучится мне в друзья, предположим, в том же Фейсбуке, ну, во-первых, я их должна знать, то есть у меня там в друзьях, ну, через хотя бы там, чтобы 50 человек было общих знакомых, да, если это Инстаграм, у меня там как раз в Инстаграме, я сейчас развернула профиль свой, в плане, ну, в сторону психологии, да, так скажем, и под хэштегом журналист стал заниматься, я собираю вот эти постики, вот как раз там, как не волноваться, как волноваться, как сконцентрироваться, как еще что-нибудь, Практическая психология. Практическая психология, да. И, действительно, это очень важно, продумать вообще, что ты говоришь-то, зачем. Действительно, большая ошибка того, что, либо, первое, вы вообще не ведете соцсети, как в фильме Бёрдман, дочь говорила отцу, папа, ну, тебя же нет, ты же не существуешь, у тебя даже нет в Фейсбуке. Недавно у меня один артист рассказывал ему из полности 50 лет, и когда его агент предлагал его на какие-то роли, то сказали, а кто это, ну, там, припожем, я не знаю, там, ну, фамилию я даже не могу придумать, а то подумать, что я о нем. Ну, в общем, кто-то. Иван Иванович Иванов. Иван Иванович Иванов, Что это за артист? У него нет Инстаграма. Абсолютно реальная история, у него нет Инстаграма, то есть, почему он должен вообще где-то мелькать? Сейчас все через призму, может ли этот человек потом продвигать этот проект в сети, да, может ли он быть интересен людям, а если у него нет подписчиков, то тогда кому-то это будешь вещать. Вот сейчас время такое, хорошее, плохое или нет. А вот известные люди, ну, может быть, не называя имен, они приходят, спрашивают, как им себя вот в Инстаграме в том же вести, продвигать? Они спрашивают, когда, если у нас дружеские отношения за 20 лет, они, конечно, сложились, то кто доверяет, конечно, спрашивают, и, ну, опять же, да, чтобы воды не было, дам просто какие-то конкретные рекомендации. Первое, будьте в соцсетях, второе, продумайте, о чем вы там говорите, что вы хотите сказать людям и на что подвигнуть их, потому что просто какой-то бессмысленный набор слов, это плохо. А третье, обязательно проверяйте на грамотность свои посты, сейчас есть разные агрегаторы, куда можно текст залить и посмотрите, если вы не уверены, что так пишется или не так, потому что это чудовище, на самом деле, читать чьи-то постики, где, ну, просто грамматические ошибки, очень грубые, и, ну, это ужасно. Ну, да, без алкоголя какой-то. Да, четвертый, это ваши фотографии, то есть посты желательно, ну, Инстаграм, как известно, это хорошая фотография, в первую очередь, да, но если они идут без комментариев, то вы не можете рассчитывать уже на подписчиков, если вы там не какой-то мегафотограф, что люди просто любуются этими видами. Пятое, лично, да, все-таки откровенность, она должна определенной быть, я не призываю там бесконечно детей постить, если вы там не «я ж мать», да, под хэштегом, если у вас не материнство, главная тема, да, можно, потому что, когда образ такой вот объемный, такой 3D, да, вот взять Романа, предположим, он будет постить, вот вы будете постить, бесконечные фотографии вот у микрофона, да, то есть вот отлично вы ведущий, у вас там прекрасный, чудесный голос, вас интересно слушать, на вас интересно смотреть, но если это будет такой аккаунт, мне будет неинтересно, да, если уже вы чуть приоткроетесь, я, например, увижу там вашу любимую девушку, там, скажем, ваших детей, если они у вас есть, да, мне еще будете, образ ваш будет более близок, потом я увижу, что вы любите такую-то музыку, а вдруг я ее тоже люблю, потом литературу, вы знаете, я прочел вот это, и вдруг у нас уже вкус совпали, и вы мне стали еще более близки, да, скажем, то есть вот эти темы, я, например, пишу там, если мне какая-то книжка нравится, я ее выставляю, как-то там интересно ее сниму, и пишу, что, и какую-то там цитату, да, потому что я ее советую, тем самым я показываю, что вообще какой-то кругозор у меня существует, если вы, например, ставите постоянно фотографии из большого театра, и больше ниоткуда, то это тоже какая-то вот перекос, то есть вот в этом смысле обязательно швидите, швидите, надо еще из малого театра тоже ставить фотографии, сделаем небольшую память, после которой вернемся, будьте в компании Страна и Жен. Лучшее в стране на телерадиоканале Страна ФМ Дамы и господа, мы продолжаем, она вскружила за частным голову, Алла Занимонец в гостях у Страны ФМ, мы продолжаем общаться по поводу психологии, журналистики, ну и вообще всего в этом мире, в этой жизни. Да, ну давай, задавай свой вопрос. Вопрос у меня касается лета, значит, мы все летом отдыхаем, и психологи тоже, бывает, отдыхают, ездят в отпуска. Да, первые уезжают. Вот как раз, Алла, вы отправляетесь в отпуск, как отдыхают психологи и как советуют людям это делать? Ну, я думаю, что психологи отдыхают все, естественно, по-разному. Как у вас. Как у вас. Вы же знаете, что психологами становятся люди с дичейшими комплексами, да, это только такое, психолог, он вполне себе потом становится адекватный. Знает предмет. Конечно, естественно. Поэтому, кстати, была идея об этих коммуникационных ошибках, это именно исходя из журналистики, о том, что я сама совершила миллион ошибок, и поэтому я эксперт, как говорил Нильс Бор, что эксперт — это человек в узкой какой-то области, где совершил максимальное количество ошибок. Вот когда это было совершено, когда сейчас, как говорят, факап, а потом это было осмыслено с точки зрения психологии, а как надо-то было. Тогда я начала вести блоги в интернете, они пользовались каким-то спросом, они, наверное, сейчас, я так думаю, что существуют, если набрать мое имя, наверное, там что-то выпадет. И, соответственно, вот эти вот ошибки, они всегда бывают. Поэтому можно отдыхать с ошибкой, можно отдыхать без ошибок. Для меня отпуск — это что? Это полное расслабление, погружение, концентрация, то, о чём мы говорили, жить вот в эту минуту, в эту секунду, осознавая вот каждый миг. У нас на психофайке, когда я училась, у нас такие были упражнения на осознанность, когда ты концентрируешься на звуках, на запахах, на тактильных каких-то ощущениях стены. Определённой медитации. Да, но вот, опять же, ты выходишь из матрицы и начинаешь осознавать. Вот попробуйте это сделать прямо сейчас. Любой человек, и он стоит или сидит, или он едет в метро, я не знаю, где он сейчас там, в машине. Можно ощутить, как тело соприкасается с какой-то поверхностью, ты сидишь или стоишь. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас, да. Вот эти вот темы спрактиковать, это очень хорошая штука, особенно для отпуска, потому что вы тогда можете этими эмоциями потом ещё целый год питаться. Вы ощутите какое-то, вот можно поймать какое-то такое острое ощущение счастья, ну, условно, там, вы встали утром, птицы поют, свежайший воздух, вышли на балкон с чашкой кофе, или вечером вы пьёте вино где-нибудь там в виноградниках, и вы ловите вот это состояние, желательно, без телефона в руках, потому что это другая действительность. Вы тогда будете оставаться мыслями в своём городе или в своём окружении. Вот это я, кстати, не делаю. Фактически не захожу в соцсети. Я не читаю, так скажем. Я захожу для того, чтобы выложить свою фотографию и что-нибудь написать. Поделиться. Поделиться, да. Ну, тем более я знаю, что я неплохо снимаю, и люди смотрят на какое-то место. Я просто красиво какие-то снимки делаю и их выкидываю. Всё. А вот читать нет, потому что там негатив. Там может случиться всё, что угодно. Там кто-то может рассудиться в этих сетях, кто-то на тебя может наехать, кто-то тебя начнёт троллить. Не тебя лично, так ещё кого-нибудь. Ну, кто-то умереть может, ну, к сожалению, да, это жизнь. Да, поэтому мой совет, это всё-таки отправляясь в отпуск, дайте себе отдых. Концентрируйтесь больше на ощущениях. Да, если вы едете один, если вы не едете один, то это тоже повод взбодрить те самые чувства с тем человеком. Не важно, это твой друг или там, не знаю, это твоя подруга, это твой муж, жена, жених, кто угодно, да, мы все люди. Вы можете взбодрить вот эти отношения ваши. Это тоже классно, потому что вы будете заточены друг на друга, сейчас общение, к сожалению, стало другим. Поэтому отпуск, это вот тот момент. И ещё отпуск, конечно, это очень хороший тест, опять же, может быть, даже к сожалению. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. После отпусков очень многие люди расстаются. Опять же, неважно, противоположный пол или свой пол, мне не имеет значения. Отпуск — это такая лакмусовая бумажка, которая вам показывает, насколько тебе этот человек интересен или неинтересен. С кем ты провёл отпуск или как ты возвращаешься? Нет, с кем ты провёл, да. То есть ты уезжаешь, ну, можно сказать, вроде бы ты в мире, конечно, он широкий, но настолько ты 24 часа не расстаёшься, в принципе, с людьми, вот насколько это комфортно. А бывает так, что кто-то в компанию попадает вообще другой человек, случайный, вдруг оказывается, что он ближе тебе, чем тот, с кем ты приехала. Да, да. Вот поэтому, дорогие друзья, имейте это в виду. Алла, книжечку какую-нибудь берёте, почитать? Обязательно. Что-нибудь, что? Художественная литература или это? Нет, нет, художественные, бумажные книги обязательно. Иногда, если книга, тем более, например, хорошая, я тащу её назад, к сожалению, потому что, опять же, багаж-то, он уже на граммы идёт, счёт, а тут я со своей книжкой. Электронные, кстати, я не очень люблю, хотя накачивают там что-то, но и то, и то. Я как бы не могу сказать, что прям, знаете, вот читать только это или читать только то, это всё ерунда. Но то, что у тебя есть возможность в этот момент сконцентрироваться и почитать, действительно, как-то вот с упоением, это очень круто. Поэтому у меня сейчас вот чемоданы, а рядом такие вот книжки, я сейчас просчитываю на 16 дней, сколько надо книг с собой взять? У меня сейчас вот размышления. Каких авторов, может быть, вот что-нибудь такое нам? Лайфхак какой-нибудь? Да, у меня очень плохая память на имена, к сожалению. Знаете, как имена надо запоминать? Как? Если успеем, скажу. Три секунды у нас. Да, имена, друзья мои, если вы не можете запомнить имя, вот мы сейчас знакомимся, потому что Рома и Лиза, пойди вот запомни. Очень хорошая тема повторить. То есть, например, Лиза говорит, я Лиза, я говорю, о, Лиза, как приятно. Я проговариваю имя, я говорю, Рома, как мне приятно вас видеть. А если я просто скажу, м-м-м, то все, то ли Рома, то ли не Рома. Алла, кстати, так сделала, когда я с вами познакомилась, заметила. Это использую практикующий и практический психолог, дорогие друзья, Алла Занимонница в гостях была. Спасибо вам большое. Спасибо вам, было очень интересно. Удачи, чудесного отдыха, ну и потом замечательных классов. Рома Мининградов, Лиза Калинина, до понедельника. Пока. Пока.